Вы можете продолжить дальше свою мысль, если вы еще ее не завершили. Да, мысль есть. Спасибо за возможность продолжить. Я хочу еще раз делать акцент на том, что сегодня в Украине без малого 7000 человек являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии. Подчеркну, что участие в этой программе добровольное. Ни один из этих людей не был туда вовлечен насильно. Более того, каждый из участников имеет возможность в любой день добровольно выйти из этой программы. Мы не говорим о том, что заместительная поддерживающая терапия – это панацея. Мы говорим о том, что это помощь и государству в контроле над ВИЧ-инфекцией, в контроле над туберкулезом, в контроле над многими другими инфекциями, которые могут быть социально опасными. Мы говорим о том, что это помощь человеку, который страдает от опиоидной зависимости, в поддержании уровня его здоровья и социальной активности на более высоком уровне. И, конечно, одной из целей заместительной поддерживающей терапии может быть и есть выход из программы по причине выздоровления. То есть человек в течение какого-то времени принимает препарат, постепенно снижается дозировка, и человек понимает, что больше потребностей у него в этом препарате нет. И не только в препарате, но и нет не только зависимости физической, но нет зависимости социальной, нет зависимости психологической. В данном случае можно говорить о том, что медико-психо-социальное сопровождение сработало. Человек получил не только лекарства, но и реабилитационные. Я понял, давайте не будем углубляться в технологию. Вы хотели задать вопрос, если я... Да, буквально недавно проходил пресс-центр, знаете, и там собрались, и довольно-таки я считаю, это профессиональный был пресс-центр, собрались общественные организации, собрались представители центров реабилитации, были представители власти, представители депутатов, также самые были медики, наркологи. Но перед этим пресс-центром я лично съездил на одну из... Я по-другому не могу это сказать, метадоновую кормушку на Лузановке. И вот мой вопрос, вы, если так говорите, вы вообще общались с этими людьми, вот с метадонщиками, вы видели их или нет? Вы задавали им вопросы, вы сказали, что человек может произвольно в любой момент выйти из программы, как бы, да, пройти курс лечения. Так у меня вопрос, вот Ольга Николаевна, она озвучила на пресс-центре, ну, где-то приблизительно эта же цифра, 6,5 тысяч метадонщиков по всей Украине. Одесса начинала с 50, да, вот, прошло около 600, а осталось 220. А куда делись остальные люди? Это раз вопрос. Второй вопрос. Сколько вы можете сейчас по факту сказать, что человек прошёл, да, метадоновую программу и добровольно вышел оттуда? Потому что общаясь с этими ребятами, я просто увидел и услышал, что попадая туда, человек пересаживается. Они же и сами это говорят, что человек пересаживается из одного в другой и становится абсолютно подконтрольным, абсолютно подконтрольным, пытаясь как-то цепляться за эту жизнь, за эту соломину, которую ему протягивают, но ни в коем разе это не должна быть метадоновая соломина, потому что оттуда уже возврата нет. Вот вопрос, сколько людей вышло? Давайте я начну сначала. Вы задали не один вопрос, а несколько. Отвечу да. Да, я и был на пунктах выдачи препаратов, которые называются в программе сайта заместительной терапии. Их в стране на сегодня, насколько мне известно, 143. Действительно, я с пациентами, с клиентами программы общался, общаюсь каждый день. В Одесской области сейчас у нас три таких сайта, два в городе Одессе расположены, и один в городе Измаиле расположен. Давайте не будем играть словами сейчас, не будем обманывать, во-первых, друг друга, во-вторых, телезрителей. Давайте говорить о том, что каждый имеет право начать лечение. Скажите, сколько вышло людей? Я вас не перебилал. Я могу по факту сказать количество... Мы занимаемся реабилитацией. Очень хорошо. Александр Миндзе тоже. Вы по факту скажите. Александр Миндзе, потому что не обманывать телезрителей. Константин Александрович, пусть выскажет свою версию, свою точку зрения. Поэтому, если у вас появятся какие-то вопросы, у вас есть ручка, есть бумага, запишите. Спасибо, я понял. Прошу. Спасибо большое. В ответ на вопрос, сколько человек может выйти из программы добровольной, я скажу ровно столько, сколько в нее войдет. Потому что участие в программе является делом добровольным. Как лечение любого другого заболевания, это личное дело каждого гражданина, которое гарантировано ему Конституцией. Нашей страны в том числе. Любой из пациентов может прийти в любой день и сказать, я завтра или послезавтра, или в любой другой день на программу больше не приду. Я препарат принимать не буду. Это его личное право. Или он пойдет в другой реабилитационный центр. Или человек примет для себя решение не принимать наркотик вообще. Мы сейчас не говорим о том, почему. Мы говорим о правовом поле. Так вот, я вам отвечаю на ваш вопрос. Ровно столько пациентов, сколько сейчас есть в программе заместительной терапии в стране, столько из них выйдет из нее добровольно. И выходило до этого, соответственно. Я понял, вопрос был отвечен. И я так и не услышал, сколько людей прошло, на самом деле, вот эту реабилитацию освободилось. И никто не услышал. Но я бы хотел вернуться, чтобы мы не зацикливались на метадоне, так как это одна из ветвей, которая выходит из стратегии. И поговорить по стратегии, чтобы придать этому больше значимость и обратить внимание на некоторые моменты. И так как сегодня мой оппонент, он является и общественным деятелем, еще и врачом, вот, то, естественно, тут и вопросы тоже возникнут. Некоторые у нас и по медицинской части, и по легализации всего этого. Вот. Вот вопрос, вы читали стратегию? Вот лично вы. Читали. Вы прорабатывали ее? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, прорабатывали. Я вот над этой стратегией, когда она ко мне попала в руки, ну, последнюю неделю просто вот что я делаю, я ее прочитываю, я смотрю на нее, как ее разработали, что туда, что там. Она мне не то, что нравится, люди добрые. Я хочу попросить прощения у всех, у всех абсолютно людей, вот за вот эту стратегию, как неграмотный документ составленный. Очень много говорится положительного, очень много говорится о профилактике молодежи. И сегодня наркомания, она молодеет, и мы проводим сегодня профилактические действия в школах, вот в старших классах. И мы видим, если для статистики вам буквально скажу и вернусь к проекту. Если 84-й год, когда я только начинал пробовать наркотики, у нас в классе было три наркомана, и один из них был я, то сегодня, придя в школы, 90% детей пробовали наркотики, знают, что это такое, могут тебе рассказать, как их делать, знают, что такое конопля. Вы обратите внимание, пройдите вокруг школы, посмотрите, шприцы валяются, бульбуляторы, извините, кальяны, я говорю так, чтобы понятно было, вокруг школ валяются. Это говорит о том, что сегодня наркомания набрала настолько рост, что с ней надо как-то бороться. Александр, а чьи данные, какого исследования сейчас используют? 90%? Это мои личные убеждения, потому что я провожу профилактику в старших классах, в девятых, десятых классах, и мы проводим анкетирование, и задаем детям вопросы, и дети отвечают на эти вопросы, понимаете? Дети отвечают и пишут, они знают уже, что это такое, реально знают, и реально уже пробовали. Почему бы, проводя анкетирование, сразу не говорить, что это есть зло? Профилактика как раз и заключена в том, что мы показываем, конечно же, вы правильно говорите. Вы рассказываете подросткам, что есть такие наркотики, есть способы их употребления, и говорите, вон в школу у вас 90% детей занимаются. Нет, мы не рассказываем детям, что есть наркотики, и как их употреблять, а мы детям показываем, что если ты их попробуешь, к чему ты придешь, что ты потеряешь. То есть вы устрашаете на чём основана профилактика? Мы не устрашаем, мы показываем начальный путь, показываем середину и конечный путь, чтобы ребенок видел и знал. Я вмешаюсь вот в эту часть дискуссии, потому что я понимаю так, что с одной стороны стоят сторонники, скажем так, европейского незапретительного подхода, то есть то, что, в общем-то говоря, является основой так называемой национальной стратегии Украины. С другой стороны стоят, я сейчас говорю, естественно, на очокове, стоят представители, которые, того крыла общества, которые считают, что запретительные моменты, они в воспитании подрастающего поколения должны существовать, и они необходимы. Это приблизительно то же самое, когда у нас начинается дискуссия о ювенальной юстиции. Одни говорят, она плохая, а другие говорят, нет, она совершенно замечательная. На самом деле, в чем ее замечательность, так только в единственном. У родителей, которые не в состоянии достойно воспитать ребенка, государство имеет право отобрать этого ребенка, защитить этого ребенка от тех пагубных, скажем так, привычек, которые могут родители ему навязать. Поэтому я просто как аналогию привел. Понимаете, Константин Александрович, я, честно говоря, понимаю стремление нашего государства как можно быстрее вскочить в европейские ценности. Я не думаю, что европейские ценности, все без исключения, являются, ну, скажем так, объектом для положительного. Потому что я не знаю, как присутствующие в студии, но, честно говоря, терпимость, скажем, гей-парадом для меня, как-то вообще-то говоря, и пропаганда однополого, однополой семьи, для меня, в общем-то, неприемлемо, хотя я не буду никогда порицать людей, которые живут таким образом. Терпимость к каким-то вещам, в том числе и к тому, что нельзя влезать в личную жизнь ребенка и нельзя ему что-то там навязывать, мне кажется, оно тоже неправильно. Тогда в чем ответственность родителей, в чем ответственность общества? Вы видите, вот в этой национальной стратегии и ответственность общества перед людьми? Конечно. А я не вижу. Если можно, попытаюсь пояснить. Государство, основная функция любого государства, в чем заключается? Защите прав и свобод своих граждан. Говоря о данном документе, можно говорить с уверенностью о том, что государство таким образом пытается защитить права свободы своих граждан. Говорить о тотальном запрете на вещества, которые содержат наркотики. Наркотики. Права на употребление наркотиков и за свободу их употребления. Я могу судить из этой реплики, которую вы произнесли, и права, и свобода. Я хочу, чтобы из реплики был вынесен ее реальный смысл. Каждый человек имеет право для себя принять решение, хочет он употреблять наркотики или не хочет. А вот решение он может принимать только основываясь на информации. Константин Саныч, все. Вот я здесь поставлю точку. Позвольте, вот два слова сказать. Вы затронули тему гомосексуализма. Они тоже добиваются своих прав. Я понял. Мы сейчас уйдем в стратегию. Так вот, они тоже требуют своих прав. Здесь, на самом деле, как бы мы услышали, что государство выступает на защиту прав людей и обеспечить им свободный доступ, так как они больные люди. Но больные люди имеют... Доступ к лечению, совершенно верно. Больные люди имеют вот одно только право на лечение, чтобы им дали квалифицированное, качественное лечение и чтобы человека вылечить, но не лечить его всю жизнь и не загонять его в систематику посредством каких-то заместительных вещей. Если лечите людей, извините, если лечите людей, то обязательно надо прийти к конечному результату. Поэтому я и задал вопрос. Сколько людей? Вы мне не ответили. А я вам могу сказать. Я работаю с зависимыми людьми. У нас есть ряд реабилитационных центров. Это не государственные, не правительственные, не финансируемые, которые оказывают услуги абсолютно бесплатно людям. И люди оттуда выходят абсолютно трезвыми, здоровыми, здравомыслящими и возвращаются в свои семьи, возвращаются в социум, идут на работы. Абсолютно нормальные люди и приносят пользу нашему государству. Стоп. Очень хорошо. Я полностью... Да, извините. У вас буквально 30 секунд для того, чтобы ответить, и все. Давайте не будем противопоставлять программы заместительной поддерживающей терапии и реабилитационные центры. Давайте говорить о том, что только в комплексе можно помочь каждому пациенту, который страдает опиоидной зависимостью. Давайте говорить о том, что есть национальная программа, давайте думать о том, как лучше выполнить эту программу. И давайте сотрудничать, насколько это возможно, насколько это будет соответствовать нашим целям и задачам. Есть лечение, потому что есть потребность дать это лечение людям. Оно может быть длительным, оно может быть несколько месяцев, оно может быть несколько лет, но это особенность этого заболевания. Поэтому говорить о том, что долгое лечение бессмысленно, в данном случае, я думаю, просто некорректно. У нас просто полностью исчерпан, ведь лимит времени. Я позволю себе сделать вывод из дискуссии, которую я здесь слушал, наблюдал, как, наверное, и наблюдали, и слушали, надеюсь, одесситы. Потому что тема наркотиков, наркомании, она, вообще-то говоря, касается очень многих людей, а по большому счету всех. Никто не знает, что может случиться с твоим ребенком, дочкой, сыном, внуком, правнуком, потому что захват людей в этот круг искушения, он велик. И, к большому сожалению, как избежать этого увлечения и этого влечения к пагубной страсти, говоря церковным языком, наркомании, я в национальной стратегии не прочел и не услышал и не определил. Потому что, понимаете, я против того, чтобы людей сажали в какие-то закрытые заведения, профилактории, где они под охраной будут вылечиваться насильно очень жесткими лечебными препаратами. Я не убежден, что это в конечном счете их вылечит, потому что, как правило, люди насильственным путем избавленные от этого порока все равно к этому пороку в каких-то случаях возвращаются. Но я не могу согласиться с тем, что наркомания и наркомана пытаются вылечить путем предложения ему сильно, ну не сильно, а слабо действующих наркотиков. Потому что Воленс и Ноленс, ну все равно его привыкание к наркотикам и, скажем, его независимость от наркотиков, она же не исчезает. Она постоянно в нем присутствует. Не исчезает сразу, но последствия не исчезает. Понимаете, это вообще потрясающая вещь. Значит, когда мы принимаем какое-то лекарство, стриптоцит, аспирин и так далее, мы пытаемся себя вылечить от чего-то, от каких-то действий, происходящих внутри организма, вызванных какими-то вирусами и так далее. Ну, это лечебные препараты, а когда мы принимаем метадол, то есть типичную отраву, против которой вообще здоровый организм должен протестовать и выбрасывать его, мы что, лечим таким образом? Давайте сопоставим, что будет, если человек примет уличный наркотик вместо таблетки, которую он принимает в лечебном учреждении, вред будет значительно больше. Константин Александр Александрович, надо давать человеку альтернативу и выход. Александр не играйте словами. Значит, если вы на протяжении всей программы не могли вот просто для подтверждения каких-то своих мыслей и идей вычленить из этой стратегии основополагающую идею, базу, основу, которая бы сказала, вот от чего мы начнем прыгать и к чему в результате мы придем. Здесь есть одна прямая линия мы будем лечить путем заменительной как она там у нас называется заменительной поддерживающей терапии. Все. Вот на чем мы собственно говоря видим как сосредоточилась эта концепция. С моей точки зрения это не ответ на вопрос как можно избавиться от наркомании. Все. Спасибо. Уже 5 минут перебрали. Спасибо.